Большой волейбол возвращается в Казань Сезон 2015-2016 стал самым успешным в истории Казанского Зенита, который завоевал сразу 4 трофея Лига чемпионов, Чемпионат России, Суперкубок и Кубок России Именно матчами за Кубок страны казанцы откроют новый сезон в столице Республики Татарстан В декабре 2015 года подопечные Владимира Олегна отправились в счастливый для себя Калининград Впервые за долгое время зенитовцы напрямую отобрались в финал 4-х, где в полуфинале, уступая 0-2, сотворили невероятный камбэк в матче с московским Динамо А уже на следующий день Андрей Ащев поднял над головой пятый в истории клуба Кубок России В межсезонье состав зенитовцев претерпел любопытные изменения Команду покинули опытные Алексей Спиридонов и Алексей Кулешов А талантливый Виктор Политаев был отдан в аренду кемеровскому Кузбассу На их место из новосибирского локомотива пришли Артем Вольвич и Денис Зимчонок А также Валентин Коротков из Югры Самотлор и Владимир Мельник из Краснодарского Динамо Первые впечатления, как говорят, самые яркие, поражают уровень организации И с тренером получается, и с ребятами лучше друг друга понимаем Город, несомненно, красивый, мне очень нравится Пока у меня семья находится в Санкт-Петербурге И буквально в следующей неделе после Кубка привезу их сюда и будем постоянно здесь Я думаю, это будет способствовать узнаванию Казани Будем больше гулять, будем больше находиться на свежем воздухе Первыми домашними матчами для команды станут встречи второго круга предварительного этапа Кубка России Которые пройдут в Казани с 18 по 22 сентября Болельщики, вход на все матчи абсолютно свободный Неделю назад казанцы провели первые официальные матчи сезона в Нижневартовске Без игроков сборной России, которые продолжали восстанавливаться после Олимпийских игр Тандемы интернациональных доигровщиков, а также без главного тренера Зенитовцы уступили в двух первых встречах Югре Самотлор и Нове После чего одержали две сухие победы над Ярославичем и Прикамьем Показательные игры были, что то время, которое прошло, видимо, нам не хватило, чтобы подготовиться Вот, неважно, были, основные игроки не было То есть мы ехали туда побеждать, да, к сожалению, как бы два поражения Были эксперименты с составами и много ребят из молодежки ездили Со многими мы не сыграны, конечно, мы тоже сейчас находимся далеко не в оптимальной форме В этом главная причина Не было давно игровой практики, тем более мы в таком составе впервые В чем-то приходилось вот по ходу действия договариваться на площадке в каких-то игровых моментах Пожалуй, вот пока этот процесс идет, трудно показывать лучший свой результат Эту неделю казанцы усердно готовились уже в родных стенах практически в оптимальном составе К тренировкам в общей группе приступили олимпийцы Вернулись Леон, Салпаров и Андерсон Ну, немножко выдохнуть успели Готовимся полноценно к чемпионату То есть у нас 27 сентября важный матч против московского «Динамо» Далековато, но пока от оптимального состояния Сборники провели только пять дней вообще с мячом Конечно, сыры, но в казанском туре будем играть получше, по-другому По сравнению с тем, что было в Нижнем Арктике, конечно, уже, хоть и прошла всего неделя То ли еще будет, конечно, это не пик формы никакой И я боюсь, что это даже, может быть, только переварили за середину Качество тренировок поднялось, и мы работаем именно над командными взаимодействиями Поэтому, да, будет, я уверен, что будет качественный скачок Кстати, все игроки приняли участие в необычной фотосессии к предстоящему сезону Совсем скоро вы будете приятно поражены ее результатами А вот билеты и, самое главное, абонементы на предстоящий сезон уже в продаже Их вы можете приобрести в кассах Центра волейбола Санкт-Петербург А также теперь вы можете приобрести билеты на матчи онлайн, причем со скидкой в 20% Нужно порадовать болельщиков в первые матчи, это всегда такая ответственность в какой-то степени Поэтому результат, я думаю, будет, должны четыре игры выиграть Всю подробную информацию о билетах, абонементах и матчах предварительного этапа Кубка Вы без труда найдете на официальном сайте команды zenitkazan.com 18 сентября состоялись две первые встречи, в которых лидеры группы А, Нова и Югра Самотлор Одержали победы над Ярославичем и Прикамьем соответственно Зенитовцы же свою первую игру проведут 19 сентября в 18.30 по московскому времени против Югры Самотлор Новые игроки, новая яркая форма, новый сезон и новые победы Ждем вас в центре волейбола А для тех, кто такой возможности, к сожалению, не имеет Ежедневные обзоры матчей вы, как всегда, первыми увидите на ZTV Субтитры создавал DimaTorzok